Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхэйвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 72. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Мы будем продолжать разбор Слова Божия, Откровения, 19 глава. Сегодня мы будем продолжать наши рассуждения. Давайте мы прочитаем еще раз 19 главу, и после этого мы порассуждаем тогда все вместе. Брат Михаил, прочитай, пожалуйста, нам. После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Ибо истинные праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кров рабов своих от руки ее. И вторично сказали, Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. И тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий, Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя. Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведных святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, эти суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Глаза у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя – Царь Царей и Господь Господствующих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он оболестил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро, горящее серою, А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Хорошо. Друзья, немножко как бы нам вспомнить, да, мы говорили о том, что, включая с 4 главы и вот по 18 главу, то описывается событие, которое происходит здесь на земле вот эти последние 7 лет перед пришествием Господа. И, наконец, мы вот это с вами подошли, это вот чудесная глава, которая нам начинает вот описывать события, и самое основное событие, да, это пришествие Господа. Оно именно здесь, в этой главе, и после этого мы видим, что происходит дальше, и в конечном итоге 21 и 22 глава, это будут главы, когда уже новое небо и новая земля. Мы с вами уже рассуждали, рассматривали практически вот до 8 стиха, хотелось просто немножко нам напомнить и, может быть, обобщить. Удивительна эта глава еще и тем, что в Новом Завете всего 4 раза употребляется слово «Аллилуйя». 4 раза всего. И все 4 раза употреблены в этой главе. Слово «Аллилуйя» в буквальном смысле, если посмотреть, то обозначает «восхвалите Бога», да, «Элохим». То есть здесь мы с вами видим, что это действительно вот как бы подчеркивает само вот это вот событие, да, вот это хваление, вот это, потому что последнее, которое мы здесь видим, «восхваление» или «Аллилуйя», это в 6 стихе, да, здесь прямо говорится, «Воцарился Господь и наступил брак Агнца», 7 стих. То есть мы с вами здесь видим самое-самое, что не есть, сильное событие, которое произошло или произойдет в истории человечества. И если первое пришествие Господа, оно было, ну так будем говорить, знаете, в такой вот, в таком смирении, в такой кротости, так вот незаметно, да, никто и не узнал, только вот несколько человек и так дальше, то здесь, конечно, происходит уже совершенно другое. Здесь он ворачивается во славе, ворачивается в полной победе, и это действительно событие сильное. На что хотелось вот еще тоже нам обратить внимание, посмотрите, с первого стиха мы видим, да, что вот мы рассуждали, услышал на небе громкий голос, как многочисленного народа, и мы рассуждали, кто это, да, и вот смотрите, сама слава, да, или как вот мы, вот это слово «Аллилуйя», «восхвалите Господа». Почему? И вот обратите внимание, восхвалите Господа, потому что спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, да. Они хвалят Господа. Вот знаете, друзья, я вот так вот немножко рассуждал тоже вот сегодня. Знаете, мы хвалим Господа, прославляем Его, это то, что мы должны делать. Но вот, знаете, здесь вот как бы нам дается определенный какой-то, может быть, как ключ к тому, что на самом деле хвала Богу, да, вот чем она вызвана. Вот что по-настоящему дает или пробуждает в нас вот это желание похвалить или прославить Господа. Вот посмотрите, спасение первое, да. Почему спасение делается как бы источником или вот, ну, каким-то побуждающим таким фактором к хвалению. Почему? Потому что мы же понимаем, да, когда ты спасен, когда ты осознаешь свое погибшее состояние, и вдруг тебе дается какая-то возможность на спасение, да. Вот само спасение, оно побуждает в нас благодарность. Посмотрите, слава и честь, да. Вот восхвалите Бога, потому что слава и честь принадлежат Богу. Вот невольно приходит на память, помните, история из Исход, когда Моисей стоял перед Господом, и он просил, чтобы Господь показал ему славу. Помните, да, 3, 4 глава. Господь ему говорит, невозможно, говорит, если, говорит, человек увидит славу Божию, то умрет, да. И мы сколько раз мы в Библии находим, когда кто-то видел хотя бы вот или приближался к Богу или славу Божию, да, он падал как мертвым. Помните, да, даже вот 1 глава Откровения, Иоанн, пал как мертвым, да. Почему? Вы знаете, друзья, вот эта слава и вот эта честь Бога, да, она должна производить в нас глубокое благоговение. Вот почему сегодня мы так сильно переживаем и замечаем вот то, что в кавычках мы называем харизматическое движение, да, которое сводит Бога, знаете, на какой-то уровень такой, что вот, ну, чуть ли не понебратство какое-то, да. И мы говорим, насколько это опасно, да. Люди не понимают Бога, да. Здесь мы видим хваление, потому что испытали спасение, потому что они осознают славу и честь, что вызывает в буквальном смысле благоговение, да. И посмотрите, и сила, да, сила, вы знаете, друзья, сила Божия вот для нас, верующих людей, вызывает чувство чего, друзья? Вот когда мы понимаем, осознаем величие, силу Бога, какое чувство вот оно производит у нас? Доверие, не так ли, да? Вот можно кому довериться? Вот у него сила. Знаете, ну, вот в любых обстоятельствах, и все, ну, как можно довериться кому-то, кто не имеет силы, да. Но вот у него сила, да. И поэтому мы видим вот такая реакция, да. Они, вот это аллилуйя слово, друзья, да, и объясняется почему. Оно на самом деле вызвано вот этими глубокими, внутренними вот этими переживаниями. Вот как бы, знаете, хотелось и для нас, вот почему мы, может быть, иногда из кафедры звучит, да, что должно быть славословие, нам, мы должны благодарить Бога, да. Вот если есть вот это осознание того, что мы спасены, если есть какое понимание славы и чести Бога, да, если мы понимаем силу Божию, то это будет, да. И посмотрите дальше. Говорит, что ибо истинны и праведны суды его. Аллилуйя, потому что суды, то есть хвала Богу, потому что Он осуществляет справедливый суд. Друзья, насколько это важно, да, мы с вами должны понимать, что возмездие Божие, да, оно неизбежно. Вот почему вот мы часто даже и в разговоре где-то мы напоминаем слова друг другу, да, что за каждое слово человек даст отчет, да, что человек посеет, то и пожнет. Вы знаете, вот есть законы, да, есть закон притяжания, да, вот бросил вещи, но она не улетит наверх, она вот, она упадет вниз. Вот как бы ты там что не хотел поменять или что-то, она упадет вниз. Вот есть закон, да. Есть закон правосудия, есть закон того, что будет возмездие. Есть, да. Не свершается все так, как нам хочется. Не происходит это вот моментально, да. Вот кажется нам иногда, ну вот бы вот так, вот бы, да. А нет, Господь долго терпит, да, и нам объясняет Петр почему. Чтобы пришли к покаянию. То есть, да, мы читаем во 2 Петра 3 глава, говорит, что не почитайте, говорит, вот медление Господа, говорит, да, что это вот что-то такое, что вот он замедлил, да. Это говорит терпение Божие. То есть, но здесь вот посмотрите, праведный суд, да, хвалят люди, да, хвалят ангелы, хвалят весь мир этот, да, небесный. Почему? Потому что пришло возмездие, свершился этот закон. И вы знаете, друзья, почему тоже хвалят? Потому что только Бог совершенен именно в суде. Только Бог. Почему совершенный суд может быть только у Бога? Почему, друзья? Почему? Вот мы же понимаем, да, вот сколько Писание предупреждает от первых дней, да, закон еще дается. Господь дает, помните, закон через Моисея, и одна из заповедей конкретно касается суда. А помните, какая? Не лжесвидетельствует, да. Конкретно говорится о суде. С первого дня, да, суд был привратным. И рассчитывать или на суд какой-то, да, чисто человеческий, ну вот у Бога, да, можно хвалиться судом, да. Вот народ Божий, ангелы, хвалят его за его суд. Почему у Бога суд совершенный, друзья? Потому что святость, посмотрите, друзья, первое, он чистый, святой. То есть в буквальном смысле, если говорить об этом, да, нету никакого предубеждения. Никакого. Да, к этому, к этому, или еще что-то, никакого. Полностью святость. Еще почему, друзья, суд у Бога чистый и полный? Ну вот святой, безгрешный, это да. Но еще почему? Друзья, потому что он знает все. Любой, какой бы ни был суд, все не знает, да. И самое большое, что суть может не знать и не брать во внимание, это мотивы, помыслы человека и так дальше, да. Бог все это знает абсолютно, да. Ну и последнее, друзья, почему суд у него совершенный? Потому что у него сила. Он в буквальном смысле, да, он может сделать его, да. У него действительно мудрость, то есть правильные решения, и у него возможность совершить правильный суд, да. Как часто люди иногда, мы слышим такое, что говорит, и хотелось бы там что-то, да, там и все, но невозможно, да. Да, ну вот взять такие вещи, например, сколько зла сделал тот же Сталин, Гитлер, там или еще что-то, да. И вот представьте, сколько людей страдало, да. И вот мыслишь, приходили разные, да. Ну вот как, как, да. А ничего не сделаешь. Может быть, что-то и хотелось, и по справедливости должно быть, а ничего не сделаешь, да. Но не так у Бога. И здесь вот он говорит, что почему совершился справедливый суд, вот эта блудница осуждена так, как развращала мир. Вы знаете, друзья, вот тоже интересно, да, посмотрите, которая растлила землю любодейством своим. Друзья, самый большой грех, о котором говорит Писание, который люди совершают по отношению друг к другу, не по отношению к Богу, а друг к другу. Какой? Самый большой грех, когда в других втягивает грех, да. Если, говорит, помните, Господь поставил, у нас проповедь Виктора Андреевича говорил позапрошлое воскресенье о соблазне. Господь поставил малое дитя, и Он говорит, если кто соблазнит одного из малых сих, тому, говорит, лучше повесить жернов и утопить, да. И мы слышали об этом, да, как часто люди, пытаясь, даже, по-моему, Виктор Андреевич зачитывал статья, хорошая в наши дни была, когда люди часто бросают фразу и говорят, знаете, какие-то личные обиды там или еще что-то, и говорят, ты соблазн мне или еще что-то, да. Кощунственно это делают. Но, посмотрите, друзья, на самом деле, соблазн, что такое, да, втянуть человека в грех, разжечь в нем. Вот в каждом человеке живет плотская грешная натура, которая способна на разные похоти, способна на обиды, на зависть, способна на то, чтобы сделать зло какое-то, прелюбонять. Помните, что Писание говорит? И внутри с человека исходят помыслы, и так все переселяют, да. И вот представьте себе, находится человек, да, который подходит и начинает разжигать какую-то похоть, какую-то ненависть, злобу, непризнь, зависть, еще что-то, да, начинает разжигать, разжигать, и человек приходит в состояние, когда он теперь способен совершить прелюбодеяние, убийство, говорить злые слова, еще что-то, да, точно вот это, он здесь и говорит, да, он говорит, вот эта великая блудница, страшная, говорит, что происходило с ней, она растлевала землю, да, то есть самый страшный грех, который какой может быть, вот именно совершался, растление. И мы когда читали 17, 18 главу, то мы видели, да, чем, как, вот этой гордостью, напыщенностью, сластолюбием, сребролюбием, ненавистью друг к другу, да, и так дальше. Мы все это читали, да, и рассматривали. И мы здесь видим, да, вот это. Дальше восхваление, 3-й и 5-й стихи, мы немножко рассуждали, они говорят, аллилуйя, славят Бога, потому что именно дым, или, будем говорить, наказание это, да, оно не вот какое-то временное, оно будет длиться, да, во веки веков. Мы рассуждали об этом, не будем сейчас останавливаться, но дальше мы видим опять 2-4 старца, и мы об этом рассуждали, 4-я, 5-я глава, и 4 животных, херувимы, о них тоже говорили, да, потом дальше здесь нам говорится о рабах его, и мы тоже хвалите все рабы его, боящиеся Бога. Удивительно, что в откровении пророки и мученики, да, неоднократно названы именно рабами. И потом мы дальше, 6-го стиха, мы здесь видим, что опять-таки слышал вот этот голос многочисленного народа, как шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящий, аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. И опять-таки, друзья, вот очень удивительно, что когда мы смотрим здесь вот это слово Вседержитель, Пантократор по-гречески, мы в прошлый раз чуть-чуть коснулись его, да, в буквальном смысле употреблено, употреблено слово, и опять-таки, знаете, очень удивительно, что из десяти, вообще-то в Библии, во всем, в Ветхом и в Новом Завете, вот это слово, Пантократор употреблено всего десять раз. Из десяти раз девять употреблено в Откровении. И употреблено, показывая именно вот воцарение Господа. Каждый раз, когда мы это видим, говорится об этом. И суть, друзья, знаете, суть того, что здесь говорится, это совершенно противоестественно миру и в какой-то мере даже нам. Почему? Вот Бог, Пантократор, Вседержитель. Почему это, ну, где-то не воспринимается, как вы думаете? Мы привыкли к какой форме правления? Демократия. Мы привыкли к демократии, проголосуем, да, за кого народ проголосует. Даже в церкви, да, и то, мы вот говорим, вот возьмем, проголосуем, как вот проголосует там церковь и так дальше, да, тоже удивительный вопрос, как это правильно, как мы в Писании находим эти вопросы, да, но, друзья, когда воцарится Господь, этого не будет. Никакой демократии и ни о какой демократии больше и в голову никому не придет. Этого не будет. Он будет царь царей и Господь господствующих. Мы дальше будем читать, да, то есть не подлежит вопросу ничего того, что он говорит и как он будет делать. Это будет абсолютная власть, абсолютная. Это то, что, ну, в принципе, людям, в общем-то, не нравится. Особенно, вот, будем говорить, в наше время, да, еще когда, раньше, если посмотреть, то люди где-то привыкли к тому, что были монархи, да, вот один сказал и все, вот он живет там 40-50 лет, вот он монарх, вот все, да, все. А у нас же не так. Каждых там 3-4 года, смотря какая страна, демократия, голосует, избирает и так дальше. Идет какая-то вот такая, вот знаете, это вот возня, кто больше наберет или все. Но совсем не то мы видим здесь. Совсем не то. Здесь будет совершенно другое. воцарился вседержитель, у которого в руках полная и абсолютная власть. И, между прочим, мы видим, что вот искупленные, да, ангелы, святые, да, все, они славят Бога, они радуются и восклицают. Потому что для нас, для верующих, это должно, по идее, стать действительно самым-самым таким, наверное, желаемым, который бы, вот верующий человек вообще мог как бы мечтать, да, воцарился Господь. Ну и дальше мы с вами, мы начали брать и рассуждать, что здесь вот мы видим, ибо наступил брак Агнца. Жена его приготовила себя, и мы говорили уже восьмой стих, дано было ей облечься, виссон чистый и светлый. И здесь нам прямо говорится, что виссон есть праведность святых. То есть виссон есть не то спасение, искупление, оправдание, которое дал нам Бог через Иисуса Христа, а здесь говорится о том, что виссон, и мы по-английски читали очень удивительные слова, когда в восьмом стихе мы видим, знаете, я вот еще раз прочту, да, здесь написано так, «for the fine linen is the righteous acts of the saints». То есть праведные дела святых. То есть это ихние, так будем говорить, ихние добрые дела, которые сформировали в них характер. Они такие добрые, которые вот на самом деле имеют вот это. Вот о чем идет речь. Друзья, такой вопрос, прежде чем мы пойдем дальше рассматривать девятый стих. Посмотрите, седьмой стих написано, «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И мы увидим дальше, что сходит вот этот сидящий на белом коне. Сейчас будем рассматривать. Но такой вопрос. Смотрите, мы подходим к девятнадцатой главе, она заканчивается, мы прочитали то, что вот выходит Господь и совершает суд. И потом мы приходим к двадцатой главе, я немножко забегаю наперед, когда мы видим, что связан дракон, то есть дьявол на тысячу лет и начинается тысячелетнее царство. Они написаны здесь вот ожили, царствовали со Христом тысячу лет. Это вот именно верующий, да. Потом после тысячи лет мы опять видим дьявол отпущен, собирает по всей земле опять огромную армию и выступает против города святых, против Господа, и мы видим, что не спал огонь с неба, истребляет все это, и здесь мы видим то, что мы называем суд у великого белого престола. Когда совершен суд, то все нечестивые брошены уже в озеро огнено, это написано смерть вторая, там где находится лжепророк и дьявол и так дальше, да. И с 21 главы мы видим, смотрите, увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, моря уже нет, и увидел я святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. Ну и здесь нам дальше описывается вот это событие, когда на новой небе, на новой земле обитание Господа со своей церковью. Такой вопрос, когда брак Агнца? Вот тут в 19 главе или в 21 главе? И тут невеста, и там невеста, и там брак, и там брак. И между прочим, друзья, если часто иногда говорят, вот в книге Откровения, после 3 главы не употребляется ни раз слово церковь, значит, церковь взята. Но хочу вас тоже, может быть, немножко настроить наперед, ни в 19 главе, ни в 20, ни в 21, ни в 22, ни на новом небе, ни на новой земле, ни в тысячелетнем царстве, нигде не употребляется слово церковь. нигде. Если уже говорить об этом, то она в этих главах, именно это слово не употребляется точно так же, как и с 4 по 18 главу. Не употребляется. Но вопрос, друзья, когда произойдет вот это, то, что мы называем брак? То, к чему практически мы стремимся, да, то, чего мы ожидаем. Когда? Тут вот в 19 главе или же это в 21 главе? Или даже больше того я скажу, посмотрите в 20 главе, посмотрите, что мы читаем здесь. И увидел я престолы и сидящих на них, 4 стих, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания, начало свою, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И посмотрите, мы читаем 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Я думаю, это относится к нам, ко всем, да, блажен и свят, кто имеет участие в воскресении первом. Окей? помните пятнадцатую главу, что мы при последней трубе, Коринфянам, при последней трубе, при вгласе архангела, что произойдет? Воскресни. Да? А мы, они первые, а мы, которые останемся до этого времени, написано, изменимся. Да? Так вот, друзья, вот прямой вопрос, когда же этот будет брак? Вот мы читаем девятнадцатую главу, читаем двадцатую главу, читаем двадцать первую главу. Пожалуйста, сестры, братья, мысли, рассуждения. Я вам скажу, друзья, почему. Я немножко забегаю, может быть, наперед, потому что очень много разных, как бы я бы так сказал, мнений, да? Где-то споров или еще что-то, да? Вот именно, знаете, в чем? Смотрите, пятнадцатая глава Коринфянам. Нам прямо говорится, давайте мы прочитаем пятнадцатую главу Коринфянам с 50 стиха. Но то скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует не тление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут не тленными, а мы изменимся, ибо не тленному сему надлежит облечься в не тление, и смертному сему облечься в бессмертие. Хотя бы вот это вот место. Почему я говорю, да, или фессалоникийцам, мы читаем, когда первое послание фессалоникийцам, четвертая глава, пятнадцатый стих, «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Почему я, друзья, говорю, да, вот эти два места, ну и понятно, тоже второе Фессалоникийцам вторая глава, но там более обширный текст, сейчас не будем читать, мы конкретно вот это событие, как мы его называем восхищение, да, мы не найдем ни в 19-й, ни в 20-й, ни в 21-й. Так когда же произойдет это? Пожалуйста, брат Александр. Я здесь обратил внимание на то, что в 19-й главе, когда мы прочитаем это место, 8-й стих, «И дано было ей облечься в весон, чистый и светлый весон же есть праведность святых». А выше сказано, что «возрадуемся и возвыселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Ангца, и жена его приготовила себя». Здесь идет речь, как я вижу, может я ошибаюсь, поправьте меня, здесь идет речь именно о самой жене, то есть как о невесте, о нас с вами, 21-я глава, 2-й стих, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба приготовленный как невеста». То есть речь идет не о самой невесте уже, а о городе, который приготовлен как невеста, то есть перед этим была готова невеста, а теперь приготовлен город. То я думаю, что может быть оно уже тогда, когда будет приготовлен как бы как этот зал для брачного пира, может быть тогда и будет уже само это бракосочетание. То есть может я неправильно понимаю. Окей, хорошо, я тогда немножко добавлю. Хорошо, смотрите, второй стих, он говорит, «И увидел я святой город, новый, приготовленный как невеста, украшенная для мужа». И посмотрите, мы читаем девятый стих, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим. Этот город и есть невеста и жена, и она названа и женой, и невестой, и тем, и тем словом». Опять-таки, да, то есть, вот этот сам город, он и как невеста, он и есть невеста, прямо так и написано, да, «Пойди, я покажу тебе жену Агнца, и показал мне великий город, который сходил с неба». Но мы подойдем к этому, это тоже очень интересный текст, друзья, да, пожалуйста, брат Виталик. На прошлом разборе мы вот с Агнцем тут рассуждали, что не показано, где тут восхищение. Такое событие, кажется, оно как бы упущено. Но, тем не менее, сопоставляя все места, вот на Возоветней, как Павел там писал, что Иисус сам говорил, мне кажется, вот в 7-8 стих где-то вот здесь именно восхищение церкви, потому что это перед уничтожением будет, перед вот этой войной, да, где Иисус духом уст своих будет уничтожать. Церковь до этого должна быть взята, правильно? Если брать те места, которые, ну, здесь не написано, а Павел говорил, то мне кажется, что брак Агнца это вот здесь в 19-й главе как бы, ну, как бы то ли до тысячелетнего царства, потому что уже ничего не изменится. новых спасенных не прибавится за тысячелетнее царство, и в принципе никто и не отпадет от церкви. И мне кажется, вот Иисус пришел, будет некий какой-то как брак Агнца здесь, ну, мы термин такой используем, но мне кажется, это будет в начале, но я не уверен. Хорошо, да, пожалуйста, брат Михаил. Вот я тоже где-то так вижу, что вот это вот возразуемся и возвеселимся, 7-8 стих где-то в районе этих стихов произойдет событие, которое описано фессалоникийцам. Ну, я так думаю, потому что если перевернуть 20-ю главу, там не написано в воскресенье первом, то там именно конкретно указываются описания, которые пострадали во время правления дьявола. Вот те были. Хотя и воскресенье первое тоже написано в общем, там в 20-й главе, оно обширное слово написано, блаженные, кто имеет участие воскресенье первым, над тем смерть вторая не имеет власти, то есть это захватывает, ну, как бы сущность всего действия первого воскресенья. Оно как-то обобщено здесь этим вот словом, но само событие, именно вот как момент самого происхождения события, все-таки, думаю, и когда вот это поют все, это где-то 7-8-9 стих, это вот то, что описано фессалоникийцам, мне кажется. Хорошо, пожалуйста, какие еще мысли есть, друзья? Говорится, что она приготовила себя, да, но еще, но еще не сам брак, да, то есть она еще дома у папы с мамой и оделась, чтобы встречать жениха, да. Да, пожалуйста, брат Влад. Еще одно сравнение, это в еврейской культуре брак, он состоял из как бы двойной такой ступени, он не был, как у нас принято, вот все пришли, сочетание было, все спустились вниз, пир произошел, вот произошел брак. В понимании еврейской культуры там был период, когда они уже назывались мужем и женой, но он еще как бы не пришел за тем, чтобы взять ее к себе. То есть в их дом. И в какой-то мере может это еще и обобщает вот именно культуру, которая была более понятна для еврейского народа, где супруга, получается, жена и муж уже названы как жена и муж, но еще не было того, когда муж пришел и взял ее к себе, чтобы иметь вот именно брачный пир. Как бы вот такое еще понимание сравнения. Хорошо, где-то чисто исторический такой подход. Хорошо, друзья, еще есть мысли у нас какие. Друзья, как я смотрю на вот то, что мы читаем в этих трех главах. Во-первых, Писание нам конкретно говорит только о двух воскресениях. Третьего воскресения мы не находим нигде в Писаниях, ни в словах Христа, ни в словах апостола, ни в откровении, нигде мы не находим. воскресения будет только два. Первое воскресение произойдет, и об этом говорит апостол Павел, когда мы читаем Коринфянам и Колоссянам, он говорит конкретно, когда это произойдет, друзья? При последней трубе, при гласе архангела, да, и трубе Божией. То есть, мы это видим конкретно в конце всех этих событий. девятнадцатая глава нам прямо показывает вот этот момент, когда происходит вот эта встреча, да, двадцатая глава практически нам говорит, друзья, то же самое. Двадцатая глава, начало главы, скажем, до тысячелетнего царства, да, здесь прямо конкретно говорится об вот этом событии, так будем говорить, о пришествии Господа, да, что он придет и он произведет в суд, да, теперь посмотрите, друзья, то, что в двадцать первой главе, это уже, ну, если так можно взять и выразиться, да, это уже конечная инстанция обитания Бога с человеком. Здесь, на земле, где будет тысячелетнее царство, да, мы будем с Господом. Вот почему нам Писание говорит, посмотрите, что мы будем, мы, когда читаем Фессалоникий, да, что мы будем подняты, да, а земли зачем? Для чего мы будем подняты? Сугубо для встречи с ним. И потом написано, и так всегда на облаках с ним будем. Так написано? Без облаков. Все написано, и так всегда с Господом будем. то есть у церкви, у верующих разлуки с Богом после встречи с Господом Иисусом Христом уже никогда не будет. Все, на этом точка. То есть они встретились, потом нам Писание так и написано, что мы, что он сойдет со всеми святыми своими и с ангелами своими. То есть опускается Господь сюда со всеми святыми, с церковью, с ангелами, он сходит на землю. И тогда происходит уничтожение. Вот то, что мы будем читать конец 19 главы и 20 главу. Суд над теми, кто остался в живых происходит и начинается тысячелетнее царство. И мы, нам Писание прямо говорит, будем царями и священниками Господу Богу нашему. Мы будем здесь на земле царствовать, так и Павел и говорит, будем царствовать вместе с Ним. Вот что происходит. Но потом, после окончания, тогда второе воскресенье. И тогда мы видим, что уже воскрешает все, которые, как мы говорим, неверующие, те, которые были не с Господом и так далее. И происходит вот то, что открыты книги и судятся и будут святые стоять. И будет написана открыта другая книга. И вот кто записан в той другой книге жизни, тот уже суду не подлежит. Не подлежит. Все. Полностью. И после этого мы видим вот это новое небо, новую землю. И между прочим, опять немножко забегая наперед, сегодня часто говорят о том, что вот этот новый Иерусалим, какой он красивый, какие там улицы, и золото дороги и так дальше, и так дальше. И пытаются рисовать и размер его, и по высоте, и так дальше. Нам где-то здесь дается. Но хочу вам сказать, друзья, если мы внимательно читаем Слово Божие, то нам говорится вот что. Новое небо, новая земля, на них обитает только правда. Там нету ни полянок, ни лужаек, где находятся дружки или дружки, там нету нечестивых или еще где-то вдалеке или еще что-то. Новое небо, новая земля обитает только правда. И Господь говорит, иди, говорит, на вот этом, говорит, новое, на этой вот новой сфере, новое небо, земля, говорит, иди, говорит, я покажу тебе жену. И он показывает не ну так скажем не девушку, да, а здесь говорится он показывает город. Почему Писание так часто говорит и сравнивает что вы, говорит, вы на церковь, да, говорит, вы здание Божие, вы духовное строение. И он говорит, сами как живые камни. Помните, Петр говорит, устрояйте из себя. И здесь мы смотрим на этот Новый Иерусалим и нам говорится, ворота у него это патриархи, основания апостолы и так дальше, и так дальше мы будем читать и увидим. Другими словами, вот эта красота, неописуемая красота, это и есть то, что мы с вами называем церковь. Вот этот Новый Иерусалим это не в кавычках здание кирпичи или еще что-то, непонятный материал, очень красивый, и в нем там живут где-то там вот в комнатках обитает там церковь. Нет, вот это здание это и есть церковь. Внимательно прочитайте 21 главу, и вы это очень ярко увидите, что именно вот это вот этот Иерусалим это и есть. То есть это последняя вот эта если так можно выразиться фаза где уже завершено все и Бог обитает со своими искупленными в новой сфере совершенно в новом мире. Это уже совершенно другое. Поэтому друзья то практически чего мы с вами ждем и то что для нас как вот есть вот этот брак или еще что-то это вот 19 глава и 19 и 20 глава это описание практически одного и того же события. Просто здесь говорится сам факт вот этой встречи а в 20 главе описано что произойдет при этой встрече и что и какова роль будет уже нас что мы будем судить оставшихся на земле. Пожалуйста какие-то мысли есть у нас поэтому хорошо давайте тогда мы пойдем дальше читаем 9 стих и сказал мне ангел напиши блаженные званные на брачную вечерю агнца и сказал мне сии суть истины слова божии есть у нас какие мысли вопросы по 9 стиху хорошо тогда у меня вопрос часто когда мы слышим толкование 25 главы матфея когда господь приводил притчу о 10 дневах задремали уснули и часто приводится разные толкования и говорят есть вот мудрые есть неразумные кто мудрый кто неразумный какие у них там светильники какое что такое масло и так дальше да а где же невеста это вот только девы которые по нашему дружки да а есть еще и друзья а есть еще и те которые возлежат на брачном пире есть еще и эти а есть еще и то что когда мы смотрим в других местах да когда в Матфея 8 главе то там написано что придут говорит да и возлягут с Авраамом с востока и с запада и так дальше да или другую притчу Господь приводит тогда когда он говорит что послал вот по знаете по улицам чтобы собрали и вот наполнился пир возлежащим и вот один оказался там в небрачной одежде и так дальше и вот тогда друзья знаете при всех этих взглядах и толкованиях прямой вопрос все мы это слышали знакомы со всем этим 9 стих блаженные званные на брачную вечерю если вас позвали на брачную вечерю кто вы гости да правильно есть жених есть невеста если меня позвали на брачную пир то я гость что мы здесь имеем кто эти званные на брачный пир брат лад получается да идет какое-то подразумение разделения невесты и всех кто может иметь какое-то участие в пире но в реальность если так посмотреть на ту же притчу одну или другую то суть упирается в смысле а не в деталях и часто мы сами подвержены тому чтобы как-то распознавать детали пытаться их подвести к чему-то и объяснить это как-то суть с девами это просто вопрос готовности и суть с тем что например быть званым на пире это имеется ввиду суть того что ты пребываешь в этом праздновании как бы ты часть этого пира и как бы ты если ты не званный и ты не там то ты никак не можешь радоваться вне стен этого пира как говорится что получается суть того что ты часть вот этого вот вот этой радости вот этого благословения в котором есть Бог хорошо друзья еще какие мысли да брат Александр полностью согласен с братом Владом так как тоже считаю что блаженные званные на брачную вечерю это люди я в своем понимании так понимаю что многие может быть и хотели туда попасть но будет очень жаль что только некоторые будут туда позваны потому что также мне напомнилась та история когда хозяин позвал гостей на свадьбу но они проигнорировали кто пошел на поля кто пошел другое что-то делать господь сказал иди тогда всех окрестностей улиц кого видишь всех принимай и набралось полный зал людей просто что они по сути в списках то не были но так как те которые были достойны не как сказать не принялись за важное прийти на это на этот пир остались мне дверей поэтому здесь четко сказано как и мы читаем в первом псалме и на горной проповеди блажен 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 муж блажен муж то есть хорошо тебе что ты попал значит будут люди которые может быть и хотели попасть но вместе с тем как бы думали что попадут но оказалось что останутся у них дверей поэтому да пожалуйста брат Сергей Сергей Дирда часто мы представляем себе что ну нам наши культурные особенности мешают понимать писание зачастую иногда мы думаем что если брачный пир то главное это невеста в реальности это ну так правильно это если смотреть на нашу культурную особенность в данном случае тут имеется мне кажется немножко другое например даже мы читали 21 главу невеста это церковь церковь это здание здание это много людей камни и тогда мы думаем как это так может быть что одна невеста есть только много как я могу быть невестой я мужчина опять же культурная особенность мешает многим понимать эти вопросы потому что мужчина он не может быть же невестой поэтому тут как подразумевается под брачным пиром мне кажется тут есть особое значение в том что если взять вот глава 20 5 стих прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет опять же подтверждение того стиха что воскресенье будет верующих до тысячелетнего царства это первое воскресенье мне кажется брачный пир это вот радость тех кто воскрес и кто изменился это все вместе как бы это вся церковь есть они званы они воскресли аминь хорошо друзья я просто знаете хочу чтобы мы вот из этого все таки сделали некоторый вывод для нас я думаю просто это важно даже не потому что мы проходим откровения а в целом для понимания писания посмотрите вот я прочитаю восьмую главу Матфея я не буду здесь читать всю историю но помните Христос шел и подошел к нему сотник и говорит исцели слугу моего да Иисус говорит ему что я приду да а он говорит у меня есть подчиненные я им говорю и они говорят слушаться и ты скажи говорит и выздоровец слуга мой да Господь сказал слово слуга выздоровел и посмотрите Христос говорит услышав сие Иисус удивился и сказал идущим за ним истинно говорю вам и в Израиле не нашел я такой веры говорю же вам что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом Исааком и Яковом в Царстве Небесном а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов посмотрите Господь прямо сказал да что говорит будет как посмотрите как он здесь как бы очень ярко показывает что будет вот этот пир да говорит когда возлягут придут говорит и возлягут на вот этом пиру и с кем возлягут с Авраамом с Исааком с Яковом кто возляжет о ком он говорит что придут с востока и запада язычники то есть он как бы говорит что спасение принципиально принадлежало от начала Израилю да но придут говорит другие и возлягут посмотрите о возлежании Господь тоже говорит когда он возлежал с учениками 26 глава Матфея и потом он с ними то что мы говорим разделил вечерю да и он им говорит удивительные слова говорит не буду пить говорит больше от плода виноградного доколе не буду пить с вами где в царстве отца да то есть он опять говорит что будет вот этот пир значит посмотрите друзья тоже две вещи на которых я хотел обратить наше внимание во-первых тогда когда нам вот как и брат Влад вот сказал и другие братья Александр да и Сергей когда нам приводятся вот эти притчи о брачных пирах да мы не можем купить идею что вот знаете разные категории есть там дружки есть подружки есть невеста вот невеста это вот только церковь а вот Авраам это дружок у него там еще там там как-то что-то да такого нету нету такого когда нам приводится притча да то Господь нам всегда потом подчеркивает и выводит суть притчи да и вот 25 глава Матфея он говорит суть какова а что говорит говорю говорю всем что бодрствуйте да вот говорит пять мудрых пять неразумных вот это он относит как раз таки к церкви да он говорит есть те которые задремали и уснули и не бодрствуют а есть те которые бодрствуют для них это будет да точно так же и все другие места которые мы будем читать то есть друзья мы не можем вот это взять разделить теперь второе вторую мысль которую я хотел вам тоже обратить внимание тоже очень распространенное где-то мнение да о том что вот мы с вами весьма привилегированные люди очень привилегированные мы церковь новозаветняя церковь Авраам Исаак Иаков Ной Авель убитый и так дальше это будут где-то на поляночке вот там вот мы будем в новом Иерусалиме они где-то будут находиться и смотреть и будут радоваться что вот знаете как друг жениха да он радуется радости своего вот друга да у которого свадьба происходит а ему в этом вот ну знаете вот так и все друзья опять-таки в писании мы нигде такого не найдем посмотрите несколько вещей которые вот мы с вами как раз подходим да о чем говорит во-первых мы прочитали восьмую главу Матфея да он говорит что придут с востока и запада говорится о нас и возлягут с Авраам помните как нам писание называет Авраама он есть кто для нас кто для нас Авраам отец кого всех верующих а я вам задам такой вопрос для нас он отец если мы верующие или нет отец а теперь мы будем в церкви Авраам будет на поляночке отец всех верующих такое мы вообще где-то находим теперь посмотрите дальше мы с вами говорим об откровении посмотрите 21 главу мы уже немножко здесь говорили да и посмотрите здесь мы видим что этот город опять я продолжаю читать 10 стих мы прочитали святой Иерусалим так он имеет славу Божию светило его подобно драгоценнейшему камню и так дальше он имеет большую и высокую стену имеет 12 ворот на них 12 ангелов на воротах написаны имена 12 коленов сынов израилевых с востока 3 и так дальше стена города имеет 12 оснований на них имена 12 апостолов одно нерушимое строение Новый Иерусалим на воротах написано 12 патриархов на основании фундамента 12 апостолов и мы теперь говорим ворота будут где-то там на полянке а основание да основание там понимаете о чем я говорю друзья значит и нам писание везде ветхий новый завет да мы с вами читаем ветхий завет так же самое все это относим к себе да когда говорится о христе о будущности о вечности и так дальше да то есть смысл друзья те которые на самом деле поверили в господа приняли его те которые стали детьми божьими вы поймите нету третьего положения есть или ты спасен или ты запишен в книгу жизни или ты не записан нету третьего положения нету и потому то что мы с вами читаем здесь вот когда мы подходим вот к девятнадцатой главе девятый стих то здесь друзья говорится о церкви всех времен здесь прямо говорится вот это званные на брачную вечерю это и мы это и Авраам это и Ной это и Авель и все остальные праведники и Иосиф и так дальше это все которые званы на эту брачную вечерю сама суть вот это брачная вечеря как уже кто-то говорил чтобы нам не вдаваться в какие-то вот эти детали или еще что-то а сама суть вот есть жених Иисус Христос и вот есть вот эта невеста которая приготовлена понятно что будут и ангелы и сам Бог будет смотреть на все это но суть вот когда говорится все вот такие прообразы это говорится о спасенных людях хорошо какие у нас может быть мысли вопросы по этим по этому тексту по этим мыслям может быть кто-то имеет другое мнение оно обосновано мы не хотим тоже если кто-то понимает по-другому есть к этому основания то пожалуйста мы должны тоже это принимать и выслушать пожалуйста брат Сергей я полностью согласен с этим мнением но просто зачастую люди которые с другим мнением может вы сейчас ответите на этот вопрос оперируют одним местом священного писания когда говорится о том что не восставал большего пророка как бы иоанн креститель он самый большой из всех получается пророков был и с другой стороны что меньше в церкви небесном больше чем иоанн креститель получается что как бы иисус церковь как они говорят те люди что поднял выше чем все остальные до ветхого завета как это объяснить пожалуйста кто может может быть объяснить этот такой вопрос да часто это место приводит вот на земле самый великий пророк иоанн креститель в 11 главе матфея господь говорит из рожденных женами не восставало боли но говорю вам что больше вернее меньше в царстве небесном больше его пожалуйста кто как понимает это место о чем идет речь идет ли речь о том что иоанн креститель это в категории ветхозаветных людей и из ветхозаветных которые были он самый великий но самый маленький из церкви будет больше его да пожалуйста брат ралан говорится что на земле а в царстве божьем это уже когда церковь будет там уже будет по другому там уже и другие будут как уровень другой то что на земле иоанн был больше ото всех пророк то на небе но как в царстве божьем это будет как на меньшей из церкви на меньшей царстве но я так понимаю что там будет больше чем то что на земле как говорится о пророке иоанне хорошо еще какие мысли но я друзья вот точно так понимаю как ралан пожалуйста брат сергей если у тебя есть на это другой взгляд или хочешь нас поправить мы иоанн креститель родился во времена из христа но до до я имею ввиду что во время за христа ну да на 6 месяцев раньше родился и при этом он увидел само спасителя своими собственными глазами когда все пророки мечтали об этом получается он был из тех пророков кто своими глазами увидел спасителя но при этом он не увидел само спасение он не увидел смерть самого господа Иисуса Христа. И поэтому он больше из всех пророков, потому что он в реальности увидел своими глазами Иисуса Христа. Но при этом он не увидел, как это произойдет. Как само спасение произойдет для нас. А мы, те, которые уже после родились, я имею в виду, что, которые знаем о том, как это должно было быть. Как бы Бог для нас, для новозаветной церкви огромную милость проявил в том, что мы спасаемся верой в прошлое. А те люди спасались верой в будущее, что Бог что-то предопределил для них для прощения грехов. Они, многие, даже не знали, как это будет, но они верили, что есть спасение от Бога какое-то. И поэтому, они понимали, как это будет, но они не видели этого. А мы уже увидели. Поэтому мы намного больше, даже чем Иоанн Креститель. Там в Царстве будем. Я имею в виду, что мы понимаем, а это мы просто намного счастливее. Как Петр говорит, во что желали проникнуть. Вот именно пророки. Может быть, и это тоже так. Но я больше, друзья, действительно склонен к тому, что практически вот из тех, кто был до Иисуса Христа, да. Вы знаете, очень удивительно вообще сказано за Иоанна Крестителя, да. Написано, что Иоанн не совершил, или давайте так, Иоанн совершил сколько чудес? Вот что написано? И написано прямо и конкретно, что Иоанн не совершил никакого чуда. Никакого чуда. Ни одного чуда Иоанн не совершил. Вот мы с вами читаем Библию, особенно вот Ветхий Завет, да, как вот мы смотрим великий пророк, да, вот Моисей, там, все эти казни, там, все, что совершал, там, еще там что-то, да, там, вот смотрим, там, других пророков. Илью считается такой великий пророк, там, Елисей, там, воскрешали даже все, да. И вдруг мы смотрим Иоанн, ни одного чуда не совершил. Но написано, что все, что он сказал о нем, об Иисусе, да, прямо на глазах людей сбывалось. Они смотрели, говорит, все, что он сказал, говорит о нем, именно о нем сбылось. То есть, действительно, это был, вот мы дальше прочитаем, что свидетельство Иисусова, дух пророческий. Мы, вот в этой же главе, мы, не знаю, сегодня или в следующий раз, да, но мы подойдем к этому. То есть, это был сильнейший пророк. На его глазах практически все это, во-первых, он конкретно говорил вещи, на его глазах все это сбывалось. Второе, он совершил огромную миссию. Помните последние стихи Малахии, да, вот заканчивается Ветхий Заветный, нам прямо говорится о том, что Господь, вот перед нем Господним, да, он послет к ним пророка в силе и духе Ильи, да, и он говорит, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы Бог, придя, не поразил землю проклятию. Если бы Иоанн не совершил то служение, когда написано «Весь Иерусалим, Иудея и Из-за Иордана приходили и крестились от Него». Если бы Он не совершил это, Христос, выйдя на служение, уничтожил бы все. Нам Писание прямо об этом говорит. Он совершил неимоверное дело. Неимоверное дело. Он привел народ к какому-то покаянию, к какому-то смирению, что, в принципе, народ, в общем-то, готов как-то был все-таки принять вот Христа, да, без Него это было бы просто невозможно, абсолютно. И тех же апостолов, даже мы знаем, первые апостолы или ученики Иисуса Христа, кто они были до того, как пошли за Иисусом? Учениками Иоанна. И они пошли за Ним. То есть Он приготовил, Он это сделал. Но я хочу сказать, друзья, что действительно это очень великий человек. Величайший, хотя ни одного чуда не совершил. Но я вполне согласен с тем, вот что Ролан говорит, и на Писании Христос показывает и говорит, вот вы видите, мы сегодня видим, да, каких-то братьев, вот проповедник какой-то сильный, да, покаяние, действия, может быть, даже там и чудеса даже какие-то там, мы видим все это, да, и мы смотрим и удивляемся, да, и говорим, вот это, вот это величина, я имею в виду духовная величина, да. Но если мы говорим о духовности, если мы говорим о духовном значении, о величине вот этого, о значимости духовной, вот то, что мы здесь на земле видим, включая вот этих проповедников сильных или еще что-то, да, меньший в Царстве Божьем там, он будет сильнее, больше, ярче, чем то, что мы можем себе представить и видеть здесь на земле. Вот как я это понимаю, вот этот текст. Хорошо? Какие у нас еще есть мысли? Что, давайте пойдем дальше. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Ну, я думаю, тут понятно мысли или вопросы какие-то есть тут по этому. Давайте идем, идем дальше. Десятый стих. «И я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Ну, это важный стих, я думаю, он важный, в принципе, не только потому, что мы проходим откровения, а вообще в жизни христиан и в служениях наших, да, этот стих стал очень важным, один из важных, который где-то определил даже вот и наше положение и доктрину о том, чтобы не поклоняться ангелам, да, потому что такие попытки были. Откуда мы знаем, что такие попытки были, друзья? О том, чтобы кланяться ангелам. Вообще, Писание нам об этом говорит. Были такие попытки вот во времена Христа, апостолов и так далее? Вот посмотрите, друзья, я хочу прочитать место, записанное Колоссяном, 2 глава. И здесь 18 стих, мы читаем следующее, это апостол Павел пишет в церкви, да, «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрением и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим, да». Он прямо говорит о том, что были люди, которые даже в церкви пытались внести какое-то служение ангелам, да? Вообще, друзья, давайте так скажем, насколько это серьезный вопрос? Да, пожалуйста, брат Влад, пожалуйста. В своей сути, служение ангелам, вот так, в конкретности, подразумевает такое же действие, как служение сатане. Почему? Потому что служение любому существу или извоянию, или чему-то, но не Богу, подразумевается блудодеянием или исследованием против Бога. И если мы как-то можем слышать такие идеи или понимания, где вот ангел Гавриил, там строятся церкви всякие, там монастыри, посвященные вот именно этим вот служителям Божьим, то есть ангелам, и они как бы восхваляются, идут поклонение вот именно им, то это напрямую говорит о том, как поступил сатана. Он искал поклонение себе. Он возгордился, и ему нужно было, чтобы он стал выше. И если так посмотреть, даже если ангелы не требуют этого к себе, но мы, как те, которые имеют возможность выбора, кому поклоняться, мы это сами делаем, понимая, что мы поклоняемся не Богу, мы этим идем сразу против Бога. Аминь. Друзья, вы помните первая заповедь, да, которую дал Бог через Моисея? Да, но это, посмотрите, вот это вот хорошо, эту фразу, да, сказал, ну, мы в Ветхом Завете находим, но это то, что сказал Иисус Христос. Помните, когда дьявол показал ему в мгновение времени все царства мира и всю славу, когда искушал ее. Помните, Христос после крещения был введен в пустыню, 40 дней постился, и потом приступил сатана, искушал его. И он взял его, поставил на весьма высокую гору и показал ему все царства мира и всю славу их, да. И он сказал ему, что поклонись мне, дьявол тоже ангел, да. Он говорит, поклонись мне, и говорит, это все отдам тебе, да. И Господь ему цитирует место из второзакония. И он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи, только Богу. И посмотрите, мы с вами находим, друзья, вот в Библии, да, несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание. Мы на этом тогда и остановимся. Но вот посмотрите, помните, когда Петр приходит в 10 главе Деяния, Петр приходит к Корнилию в дом. Помните, муж весьма благочестивый, праведный и так дальше, творящий много милостыней и так дальше. И мы видим, что является ему ангел, он посылает за Петром, Петр приходит к нему, да, и вот Петр только заходит в дом Корнилию. Что происходит, кто помнит? Посмотрите, да, прямо так и написано. Когда Петр входил, еще не вошел, входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек, ты что делаешь? Ты что делаешь? Я же человек, ты что делаешь, да? Помните в 14 главе, когда Варнава и Павел оказались в Листре? И когда они исцелили хромого от рождения, который сидел, помните, да, вы носили его собирать, подать. И когда это произошло, то люди стали кричать, что? Боги сошли к нам, да? А жрец, я уж не помню, какого из Зевса, по-моему, да, принес животных, привел, да, и хотел заколоть, принести жертву. Какая реакция была у Павла и Варнава? Они разодрали одежды, бросились в народ и стали кричать, вы что, мы, говорит, люди, как вы, да? Это что касается по отношению к людей. Теперь посмотрите, друзья, что касается ангелов. Я вот прочитаю евреям, да, первая глава евреям. И здесь нам говорится об Иисусе Христе и Его превосходстве, да? И вот посмотрите, я вот я читаю с третьего стиха. Сей, то есть Иисус Христос, будучи сиянием славы и образ ипостаси, то есть образ, ну, как бы лица Его, да? То есть, значит, Иисус является сиянием славы и образ лица Бога. И держа все словом силы свои, совершив собой очищение грехов наших, воссел от тесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. И посмотрите, тринадцатый. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, от тесную меня, доколе положу в родков твоих подножия ног твоих? Не все ли они, то суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Значит, ангелы, служебные духи, которые Господь посылает для служения верующих людей по необходимости. Помните, Господь поставил малое дитя, да, когда, вернее, когда приносили детей на благословение, ученики препятствовали, а он остановил их, да, говорит, нет, это в другой ситуации, никогда он благословлял. Но он говорит, что, что говорит, что ангел говорит их, видит лицо отца моего, да, то есть у них есть ангелы, которые хранят их. Конкретно Писание говорит, посылается для вот малых детей. Я, друзья, на что хотел обратить внимание, знаете, в Писании есть места. Помните, восьмой псалом? Мы, многие его наизусть знаем, да, Господи Боже нас, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес, да, из уст младенцев, грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, а потом он дальше говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами или от ангелов, да, славою и честью увенчал его. Когда вы смотрите в более дословном переводе, да, то там стоит время, что на короткое время ты сделал человека ниже ангелов. На короткое время ты сделал ниже ангелов. Помните двадцатую главу Луки, когда к Господу подошли и, искушая, стали говорить, что вот было семь братьев, у старшего была жена, и потом вот он умер, и взял следующий брат, и вот теперь она была женой семи братьев. В конечном итоге она умерла, и задают вопрос, чьей, говорит, женой она будет там? И помните, что Господь отвечает? Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не Царствие Божие, да? Он говорит, это в этом веке люди женятся, выходят замуж и так дальше. Говорит, сподобившиеся достигнуть, говорит, будущего века, он говорит, суть Сыны Божьей. Они, говорит, не женятся, ни замуж не выходят. И знаете, что там написано? Дальше. Они, говорит, равны ангелам и суть Сыны Божьей. Мы, которые сподобимся достигнуть воскресения из мертвых и быть с Господом, нас Писание говорит, равны ангелам и суть Сыны Божьей. Даже немножко стыдно произнести слова, как-то подумать, да, вот о нас, о людях такое. Это то, что говорит Писание. И потому Писание нам показывает, ни в коем случае, да, не может этого быть. Не может. Наше положение и отношение должно быть такое, что только Богу. И мы понимаем в трех лицах, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но только Ему поклоняйся и Ему одному служи. Хорошо, друзья, какие у нас еще мысли вот до вот этого? Я думаю, что мы потом вот на следующий раз порассуждаем. Ибо свидетельство Иисусова, Иисусова, суть, есть Дух Пророчества. Это тоже очень важный текст. Можем сейчас уже думать, размышлять, даст Бог. В следующий раз встретимся, продолжим. Есть у нас еще вот мысли до вот этого текста, да, до вот этого отрывка. Хорошо, тогда мы будем считать, что за исключением последней фразы мы прошли до 10 стиха. Наше время истекло. Далее Корчевский. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok